Здравствуйте, с вами я, Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Мой сегодняшний гость умер, побывал на небесах, но по множеству причин его отправили назад. Одна из основных причин заключалась в том, что он должен был явить миру тайны ангелов. Вы знали, что ваше будущее уже предначертано? Есть книги, в которых написано, что именно вы должны сделать. А задача ангелов — шаг за шагом помогать вам исполнять вашу судьбу. Но большинство верующих не знают, как связаться с этими ангелами. Вы хотите научиться это делать? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Кевин, вы много раз мне рассказывали о том, что вместе с вами с небес спустился ангел, дабы осуществить то, о чем вы говорите. Он сейчас с нами? Здесь мы можем его видеть? Да, он здесь. Я рад, что вы с нами. Я еще больше рад этому. Итак, на вас возложена задача учить об ангелах. Расскажите, а как так получилось? Меня научили тому, что мы должны признать тот факт, что у каждого из нас на небесах есть специальный ангел, который прочел нашу книгу жизни. Об этом рассказывается в 138-м псалме. Ангелы на небесах читают наши книги. Так захотел Бог. Ангелы занимаются этим постоянно, ибо так им повелел Бог, и мы тоже должны начать это делать. Ангелы хотят, чтобы мы начали жить в соответствии с нашими книгами. Они будут помогать нам, и вскоре мы все поменяем мировоззрение. Господь сказал мне, что если этого не случится, то следующим его деянием будет не то, что он запланировал. Расскажите про вашу первую встречу с ангелом. Сид, лично я считаю, что люди очень много говорят о дьяволе. Они много говорят о том, как дьявол им навредил. Вот бы с ними произошло то, что произошло со мной, когда мне впервые явился ангел. Я просто молился в своей комнате. Это была очень милая молитва на языках. Говоря ее, я ходил по комнате, и тут кто-то вошел в комнату. Когда я посмотрел в сторону двери, она была настиж открыта, и в ее проеме я увидел какую-то огромную фигуру. Было темно. Я смог разглядеть, кто это, только когда он подошел поближе. Ростом он был около трех метров, и был одет, как римский центурион. На нем были доспехи. Вы можете поискать, как они выглядели. Он подошел ко мне, и я понял, что не могу пошевельнуться. От него буквально исходила Божья святость. Он сказал мне, «Господь послал меня к тебе, чтобы я предостерег тебя о том, что ты должен перестать думать о себе. Ты должен обратиться к людям и перестать думать о себе на ближайшие полгода». Он рассказал мне, что вокруг меня есть люди, которых Бог должен осудить, и тогда они уже не будут больше моими друзьями. Он показал мне, кто эти люди. Их было довольно много. Я сказал ему, что не ожидал ничего подобного. Но он настаивал, «Ты должен перестать думать о себе, и так ты увидишь Бога, потому что ты был призван это сделать. У Господа есть для тебя предназначение. Ты должен это сделать». И тут он внезапно замолк. Я попросил его, «Продолжай». Но он сделал жест рукой, чтобы я подождал. Было похоже, что Дух Святой что-то говорил ему на ухо. Ангел сказал мне, «Меня вызывают в другое место. Иди в часовню, и Дух Святой расскажет тебе то, что я не успел сказать». Я сказал ему, «Но ты же здесь, заверши свое послание». Я думаю, он немного рассердился на меня, потому что следующую фразу он сказал строгим голосом. Я же сказал, «Иди и помолись». И растворился. Это была первая встреча Кевина с ангелами. Кевин, есть еще одна вещь, которую многие люди не понимают. Расскажите, как говорение на сверхъестественных языках связано с появлением ангелов рядом с нами. Когда я был у Иисуса, он показал мне, что говорение на языках – это самый действенный способ попасть в царство сверхъестественного среди нашей повседневной рутины. Я заметил, что когда я молюсь на языках, я молюсь по воле Божией. То есть именно так, как сказано в послании к римлянам. Когда я немощен, Дух Святой приходит ко мне и придает мне сил. Я заметил, что ангелы понимают меня, когда я говорю на языках, ведь то, что я говорю – это слова Бога. Бог посылает им те же слова, чтобы они мне помогали. Эти слова касаются и их. Так почему же вы не молитесь на языках, как это делал Павел? Почему вы этого не делаете? Я считаю, что моя сверхъестественная миссия подобна службе в войсках специального назначения. Мне являются ангелы, которые обращаются ко мне и просят с кем-нибудь поговорить. И эти люди тут же находят путь к Господу. Сид, ко мне обратилось уже много ангелов с просьбой о том, чтобы я с кем-то поговорил. Ангелы есть повсюду. Нам нужно только научиться видеть их в своей жизни. Недавно с Кевином произошло нечто необычное. Ему явились ангелы, которые назвали себя ангелами Пентагона. После паузы вы узнаете, как они помогают Соединенным Штатам Америки в Израиле. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это «Сверхъестественно». Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. «Сверхъестественное» рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение. Имеется возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это «Сверхъестественно». У Кевина есть способность видеть мир, который не видят другие. Я много раз уже спрашивал его о том, что он там видел, и он всегда рассказывал мне что-то интересное. «Прямо сейчас вокруг нас тоже что-то происходит, и это передается через телевизоры. Расскажите нам об ангелах Пентагона». Когда это случилось, я был в командировке. Я зарегистрировался в отеле и отправился в номер. Мы только что поужинали с коллегами. Когда я вошел в номер, произошло нечто неожиданное. Я открыл дверь своего номера, и там так сильно ощущалась Божья сила. Представьте, каково это, когда ты входишь в номер отеля, и ощущаешь там Божью силу больше, чем обычно во время службы. Сначала мне показалось, что там никого нет. Но только я услышал, как захлопнулась дверь, я посмотрел направо и увидел в углу комнаты шесть ангелов, которые стояли там и улыбались. Они выглядели так, словно они очень хотели со мной поговорить. У них не было крыльев, они были больше похожи на людей, их было шестеро. Они сказали мне, мы ожидали тебя, и мы очень рады, что ты пришел. Это произошло, потому что ты все понял. Я переспросил, что я понял. И тот, что возглавлял их, сказал, ты видишь мир духов. А ангелы любят, когда люди видят мир духов. Тогда мы с ними становимся сослужителями. Ведь в Откровении сказано, что Иоанн не поклонился ангелам, потому что они были его сослужителями. Они были очень восторжены. Они начали со мной разговаривать. И знаете, что я сказал им? Мне никто не поверит, если я расскажу кому-нибудь об этой встрече. Они ответили, мы знаем, что ты молишься Богу везде, куда бы ты ни отправился. Ты много работаешь, и когда ты возвращаешься с работы, первое, что ты делаешь, это вздымаешь руки и начинаешь молиться нашему отцу. Затем они сказали мне, Кевин, нас послали кое-что тебе рассказать. И они сказали мне о Божьих деяниях, которые вскоре произойдут. Вскоре мы увидим славу нашего Отца. Он явит Себя нам в Своем последнем деянии. Они сказали мне, что сейчас харизматическое направление и направление, посвященное Иисусу, но вскоре появится направление, посвященное Отцу. До этого Отец молчал и говорил через Своего Сына. Они рассказали мне все это, а также явили мне, что ангелы специального назначения уже находятся на земле и готовы к этому великому поручению. Не надо ждать, вскоре все произойдет. Божья слава уже здесь. Сид, они научили меня, как получить доступ к этой славе и как говорить по этой славе. Когда место, где ты находишься, проникает слава, то ты начинаешь говорить по славе. Вы становитесь другим человеком. Эти ангелы научили меня, что нужно делать. Сид, они протянули ко мне книгу, но я так ее и не прочел. Они сняли вуаль и сказали, все это от Отца. Все это Он дарует себе. До этого не должен дотрагиваться никто другой. Все это великие тайны. Бог являет их тебе, потому что другие люди должны об этом услышать. И я спросил их, а может вы пойдете со мной? Но они ответили, нет. У нас еще очень много дел в Пентагоне. Ведь гостиница, к которой вы были, была как раз напротив Пентагона. Да, я мог видеть Пентагон из окна своего номера. Я спросил их, вы что, сотрудничаете с Пентагоном? И они ответили, там сидят люди, которые считают, что управляют страной, не зная, что мы направляем их. На других каналах вам такого точно никогда не расскажут. Я сказал, мне точно теперь никто не поверит. До этого момента я никому об этом не говорил, но вам скажу. Они сказали мне, что наша страна должна опираться на свои основы. В первую очередь, это наш всемогущий Бог. А еще они сказали, что процветание нашей страны поможет поддерживать миссионеров по всему миру. Их назначением была поддержка интересов Израиля в Пентагоне. Их послал туда Архангел Михаил, чтобы Израилю всегда была гарантирована защита. Сейчас я обращаюсь к нашим телезрителям. Я заметил одну вещь касательно Иисуса. Когда я побывал у Него на небесах, я ощущал свою важность и защищен. Я знаю, что Иисус посылает нам ангелов, чтобы мы чувствовали себя защищенными. Они защищают вашу жизнь и помогают вам. Но вы должны кое-что запомнить. Вы важны Иисусу. Вы важны вашему Отцу. Я говорю вам это, потому что вы должны оставаться с Богом. Не сдавайтесь. Бесы попытаются вас остановить. Возможно, они мучают вас по ночам. Но сейчас я остановлю их. Теперь вас по ночам будут навещать ангелы. Господь прогонит этих бесов, и к вам по ночам будут приходить только ангелы. Знаете, Сид, люди периодически говорят мне так. Дьявол сказал мне одну вещь. Или меня мучают бесы. Мне почти никто не говорит. Ко мне пришел мой ангел и сказал, что у меня все хорошо. Сегодня у меня есть для вас сюрприз. Возможно, вы подумаете, что я чудак. Но послушайте истории в церкви. Люди минут по 15 рассказывают, как им досаждает дьявол. Мне кажется, церкви нужно обратиться к телу Христову. Ведь Мессия принес нам спасение. Ангелы приходят к нам, чтобы нас спасти. Дух Святой, живущий внутри нас, это наш Избавитель. Пришла пора говорить о том, что делают ангелы. Они делают то, что велел им делать Бог. Я хотел бы кое-что добавить. Кевин любит узнавать новое, и недавно он узнал нечто новое о Гарри Синай. Насколько я знаю, он еще не делился этим знанием перед большой аудиторией. Мы поговорим об этом после паузы. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа, Божьей любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Кевин, вы побывали на небесах, в месте, которое вы про себя назвали главным небесным командованием. Что вы там увидели? Меня удивило, что небеса – это действительно царство. Мы знаем, что там находится Божие царство, но я не знал, что у Него есть свое войско. Там есть специальное военное управление со своим зданием. У небесного войска есть свое командование, и Иисус руководит всеми ангелами, ведь Он – Господь воинства. Все ангелы подчиняются Ему. У них есть свои звания. Существует много типов ангелов, больше, чем мы знаем. Они спрашивают у Иисуса совета по поводу того, что сказано в книгах. У них есть книги, которые написал Бог. На этих книгах написаны людские имена. «Господь записал в них судьбу этих людей еще до их рождения». Он расписал в этих книгах каждый их день. Все дело заключается в том, что мы должны об этом знать, потому что если мы не будем слушаться Бога или даже восстанем против Него, то ангелам будет трудно вернуть нас на путь истины. Духу Святому и Иисусу приходится в таких случаях искать новые пути. Они являются людям. Или, например, они говорят ангелам. «Устройте так, чтобы они поговорили в автобусе с этим человеком». Если вы не слушаетесь Бога, то каждый год вы будете ощущать одно и то же. Каждый год ангелы будут говорить вам одно и то же, все будет идти по кругу. Так было решено в командовании. Они определяют, на кого им повлиять. Послушайте, это касается всего нашего поколения. Во всем, что делает Бог, Он думает о наших семьях. Причем не только о нашем поколении, но и о следующих. В книгах сказано, что предыдущие поколения молились, и мы должны это почитать. Это очень важно. А сейчас я хочу, чтобы вы рассказали о вашем откровении на горе Синай, о котором вы еще не говорили. Я не знаю, с чего именно это началось. Помню только, как я начал писать книгу со всем другим названием. Я сидел за своим столом и писал ее, и тут в моем кабинете стала очень сильно ощущаться Божья сила. Внезапно я понял, что я уже не сижу на своем стуле, а куда-то быстро перемещаюсь. Кевин, когда вы начали сейчас говорить об этом, Бог в нашей студии стал ощущаться все сильнее, и все это благодаря вашим словам. Продолжайте. Я попал в какое-то другое место. Честно говоря, я так и не понял, почему это произошло. Возможно, это объяснит кто-то из наших зрителей. Я обычный христианин, не претендую ни на какой титул у тела Христова. Будучи обычным христианином, я молюсь на языках. Я не ощущаю ничего необычного. Я просто молюсь, как все. Я писал в этой книге о том, что сказал мне Бог, и тут я понял, что нахожусь на вершине горы. Я был очень высоко. На вершине той горы было много ангелов. А в центре я увидел человека, который с кем-то разговаривал со славой в голосе. Я не видел, с кем он говорил, но я верю, что он говорил с Богом. А человеком этим был Моисей. Я не знал, что мне делать, поэтому я посмотрел вниз. Сначала мне показалось, что под моими ногами снег, но это были серые камешки. Я пнул ногой один из этих камешков. Я думал, что это снег, но он повел себя не как снег. От того, с кем разговаривал Моисей, исходило белое свечение. Я уверен, что это был всемогущий Бог. Там ощущалась такая святость. Я просто отцепенел от блаженства. Ощущал себя там как дома. Я ощущал чистоту. В Библии сказано, что страх Господень чист. А еще там сказано, что страх Господень — это начало мудрости. В тот момент я начал ощущать, о чем я должен написать в своей книге, которую я озаглавил «Дела ангелов». И тут я увидел, что ко мне направляются четыре ангела, и один из них сказал, «Возвращайся и расскажи людям, чтобы они не злили своих ангелов». Я ответил ему, «Я уже говорил им об этом». Но он сказал мне, этого мало. И он обратил мой разум к 23 главе Исхода, где сказано, что ангелы были посланы сынам Израилевым, потому что Бог не мог быть с ними из-за их утверждения в своем неверии. Те ангелы могли наказать их за их неверие. Бог сказал людям, «Не провоцируйте этих ангелов, потому что они не потерпят ваших грехов». Ангелы, подошедшие ко мне, сказали, «Это происходит и сейчас, Кевин. Ты должен вернуться назад». Ангелы были посланы помогать людям. Это очень важный шаг, потому что скоро наступит жатва. И тут я снова оказался у себя в кабинете. Там очень сильно ощущался Бог. Я переживал любовь Отца и понял, что это поколение очень важно для Бога. Мне явилось, что пришла пора что-то делать. Каждого из нас может посетить Бог. Сверхъестественное может вмешаться в жизнь любого человека, хочет он того или нет. И я хочу сказать вам вот что. Я ощущаю, что Божьи дети, которые всегда шли рядом с Богом, не должны упустить этого шанса. Не надо ждать. Не надо провоцировать ангелов своим неверием. О каком именно шансе вы сейчас говорили? На небесах есть река жизни. Я видел ее, когда был там. Это очень прекрасная река. Я знал, что если я сделаю из нее хоть один глоток, я буду жить несколько тысяч лет. Мне очень хотелось испить из нее, но мне не удалось этого сделать, потому что меня отправили на землю. Но дело в том, что эта река течет и в нас. Иисус сказал, что эта река течет и в нас и несет нам вечную жизнь. Я желаю вам сказать, что ангелы так и ждут, когда мы поймем, что сделал для нас миссия Иисус. Нам нужно идти вперед к алтарю, а также обернуться ко кресту. Мы должны вновь обернуть наши взоры Господу Богу и позволить ангелам делать их работу. Обратите внимание на то, что сказал Кевин. «Пришла пора новых начинаний». Я так и слышу, как вы говорите, «Вам лучше знать». Вы говорите, «Вам лучше знать». Но сейчас пришла пора запретить плоти управлять вашей жизнью. Пришла пора позволить это делать Богу. Кевин, я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели прямо в камеру и помолились о том, чтобы наши зрители посвятили себя Богу. Откройте ваши сердца прямо сейчас и скажите, «Отец, я благодарю тебя». Скажите, «Отец, я благодарю тебя». «Я передаю свою волю тебе». Скажи ангелам на небесах, пусть они достанут мою книгу. Пусть они поработают над ней. «Я покоряюсь твоей воле». «Я передаю свою жизнь Мессии Иисусу. Все, что я дарю тебе, ничто без святости, ничто без нее. Я приношу себя в жертву во имя Мессии Иисуса. Аминь». Если вы помолились сейчас с нами, вы проложили себе путь. Приготовьтесь к великой жизни. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, меня зовут Билл Даннингтон. Всю свою жизнь я боролся с проблемой, которая передавалась через поколение. Смотрите следующий выпуск программы «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом, где я расскажу вам о том, как вы можете освободиться от любого зла, передававшегося вам через поколение. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам! ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.